собственно о чем я буду рассказывать это что такое фокотон в принципе если кто-то еще не знает зачем устраивать зачем их участвовать и как участвовать так чтобы не было мучительно больно зовут меня арсений печенкин я тут засланец я дотнет разработчик ты не пьянайте меня сильно прошу поднять руки тех кто участвовал хакатонах три человека 4 можно вас вот к сцене пожалуйста ну те кто желает конечно же давайте ребят ну давайте хотя бы два посмотрите вот это ветераны хакатонов сейчас мы устроим с ними мастер-класс ребят вам будет поставлена задача которая ставится перед всеми кто участвует хакатонов вам нужно за за то время пока я буду рассказывать доклад придумать идею и представить ее в конце справитесь мы только подготовить на этап имитируем понятная задача ну и собственно ставим вам вводную что надо придумать приложение к часам раз у нас google фэд значит android часа давайте команду без проблем кто готов вода готов выступить место давайте давайте можно сделать команду ветеранов и новичков ну давай 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 команду ветер все вы запомните этих героев значит вам дается время до конца моего семинара вы можете давайте ветеран новички все так вот вам отдельный ряд почти пустой занимаетесь значит вводную вы получили вам нужно придумать наикрутейшее приложение для android часов именно android у нас же google файл где фест а осеньки там следующее воскресенье а пока они придумывают мы с вами начнем что такое катон катон это синтетическое слово совмещенный из хак и марафон то есть это программистский марафон за их в ходе которого предполагается что команды разработчиков дизайнеров и менеджеров разрабатывают какой-то прототип небольшого продукта собственно что такое как о том если в лицах возьмем троидкон который был в москве в этом году это была куча народу было очень весело собственно были команды разработчиков совершенно разные были печеньки без печенек никуда были вот такие суровые ребята со сломанными ноутбуками но они все равно программировали до последнего были веселые спикеры может быть кто-то знает этого человека вот собственно даже девушки были это не удивительно было представление докладов интересненькое такое ну и собственно самое главное получение призов так собственно канон виды цели виды хакатонов изначально было два типа хакатонов 1 хакатон проводился для какой-то технологии например 1 хакатон был от java и чего-то еще они для своей технологии придумывали новые фичи двигали свою и пирой и 2 это приложение для какой-то конкретной компании например не так давно были хакатон для создания финансовых приложений от сбербанка я не знаю кто в нем участвовал но тем не менее он был созданный на котором можно посмотреть с двух сторон страны заказчик заказчик доволен зачем заказчики строят хакатоны это относительно дешевый способ получить большое количество приложений и идей собственно для этого их и устраивает потому что за копейки какие-то призы можно снять сливки со всех плюс поднять какие-то стартапы которые дальше можно развить и получить профит из них ну поддержка комьюнити всякое такое как она проводится не только не просто так и их еще проводит вместе с каким-то специалистами которые читают лекции семинары проводят помогает с технологией то есть вас не пускает в пустой зал вот вам розетки вот вам интернет вот значит вас дедлайн вам сажают специально обученного человек который спец по этой технологии к нему выстраивается очередь а расскажи покажи это очень хорошая вещь так и со стороны собственно прогеров участников во первых ну давайте сразу перейдем зачем участвовать нам разработчиком собственно с этой страны это первое это пиар себя никто себя так хорошо не отбирает как ты победитель чего-то там когда-то там всего себя я например победитель наверно пяти хакатонов наверное в том числе одного московского но это не суть но это помогло мне устроиться этот арт до немножечко во вторых это способ сделать проект который вы долго откладывали то есть у вас не было команды у вас была идея вас не было времени это реализовать вы приходите значит вот вот так примерно такой зал там сидит 50 человек с ноутбуками с горящими глазами и все как один говорят мы сейчас все сделаем мы сделаем крутейший проект и победим и вы на волне вот это и все эмоциональные атаки идете вместе с ними пробуйте это один из способов заставить себя что-либо делать третье ну собственно то веселье на самом деле действительно весело когда-то это не работает до дедлайн осталось три часа давайте быстрее 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 4 это призы призы на самом деле бывают вещи существенные например на московском хакатоне призами были носимые часы эти телефоны нас телефоны под android а только отель intel даже ноутбуки дарила представляете на команду подарили 6 ноутбуков которые даже в продажу никогда не поступит который стоит 40 тысяч рублей по старому курсу это очень короче дорогие подарки кофе печеньки вкусняшки если у вас вы не знаете чем заняться в субботний вечер вы можете прийти на хакатон попрограммировать и попить кофе с печеньками завязать нужный знаком ну конечно по результатам вам будет вечная слава и тому подобное ну и список можно продолжать на самом деле до бесконечности конечном итоге вы получаете без это опыт который ничем ничем не купишь идем дальше собственно как стать матерым хакатонщик у нас у нас есть одна команда матерых хакатонщиков которые сейчас придумают идею во первых это найди хакатон как оказалось нашей стране это сделать довольно непросто нужно состоять там комьюнити гуглить периодически и тому подобное но например если вы подписаны up school они по моему регулярно раз в месяц проводит какой-либо хакатон совместно с кем-то с кем-то там в общем они очень хорошо продвигают разработчиков разобраться в правилах в в российских реалиях наши заказчики стараются выжать из хакатона все что только можно и называют хакатоном все что только нельзя поэтому довольно проблематичных для разобраться в правилах и если вы какой-то придумали идею а вы читаете правил нужно обязательно использовать и пиа и какой-то там сторонний допустим яндекс например последнем хакатоне нужно было для их номинации использовать спич api надеюсь яндекс уже ушел никто это потом не побьет довольно проблематично было подключить их api но кто-то справился благодаря их специалистам придумать идею собственно это подготовительный основной этап многие люди халявят и приходят с одной и той же идеи на разные хакатоны ну что почему бы нет как говорится если они придумали новую фичу к этой идее почему бы нет но это не очень хорошо это теряется дух хакатона подготовиться к тону что значит подготовиться к тону кроме как придумать идею нужно во первых на него приехать собственно заставить себя встать с утра приехать на регистрацию зарегистрироваться придумать название команды пообщаться с людьми многие люди из дикие интроверты им очень тяжело разговаривать с людьми нужно переступать через себя общаться потом найти ноутбук москве я встречался с такими хакатон щеками которые приходили на хакатон без ноутбуков я не знаю зачем они приходили на хакатон но тем не менее они стоялись победителями когда им давали ноутбук может быть за ним они приезжали представить идею собственно вот сейчас я вам представляю идею катона как они будут потом в конце представлять наши две доблестные команды где вторая только не вижу ну да ладно а вот они расскажут собственно обычно вы приходите на хакатон у вас нет команды ну покрайняя все время так приезжал у меня никогда не было команды я в одну каску все время почему-то работал неплохо принципе вот но там можно найти дизайнеры если вы дизайнеры пришли на хакатон ребята вы можете просить деньги за то что вы поучаствуйте в их команде потому что на лоб на дизайнеров дикий спрос очень дикий спрос потому что можно неработающее приложение с красивым дизайном продать как работающие но зато с дизайном потому что сделать демо собственно за отведенное время вы делаете приложение и резюме идею во время того как вы делаете идею вы понимаете что в рамках этого хакатон и с использованием этого и вы не можете реализовать эту идею так как вы задумали идея плавно перетекает в другую принципе на это никто не замечает потому что обычно на хакатоне команд 10-15 и все по 2-3 минуты как по 2-3 минуты 2-3 минуты заявлено 10-15 на выступление получается на это время все забывают какая у вас была первоначальная идея и смотрит на результат ну и представить результат результат нужно представить красиво то есть можно неработающее предложение сделать лендингом и показать вот крутой демо вот какие мы молодцы если жюри собраны из менеджеров уж простите меня я не разбирается технических тонкостях то может иногда и прокатить ну и 8 это естественно профит вечная слава пироженки печеньки все женщины или мужчины кому как больше нравится как победить собственно супер идея то есть мало того чтобы придумать идею на самом деле идея может быть простая сервис для передачи денег с мобильного телефона на мобильный телефон поверьте на каждом хакатоне 5 таких приложений которые передаются одного телефона на другой телефон деньги и все они называются по-разному представляет по разному и зараза каждый хакатон одна из них побеждать какой-нибудь номинации потом правда куда не девается непонятного да ладно ну и грамотная реализация то есть если у вас костыльное приложение у которого плывет вся разметка даже с крутой идеей которая допустим press x to win то есть нажмите кнопку завоевать мир сделано плохо то она не победит даже если она реально захватывает мир нажатию кнопки продуманная бизнес-модель это российские реалии всех опять появился продуманная бизнес-модель российских реалиях все хотят чтобы ваша сторона ваш после вашего хакатона вы стали стартапом зарегистрировали программа нашли инвестора а для этого вам нужно продуманная бизнес-модель там премиум с встроенной рекламы внутренние покупки там продайте душу дьявола получите наши это про и золотой аккаунт и тому подобное но главное чтобы она была хоть какая-нибудь крутая презентация то есть вам нужно выйти с фейерверком как на концерте рамштайн и тогда вы по-любому победите с любым приложением ну и пробиться опять а что дальше что еще нужно обычно чтобы победить на хакатоне все-таки надо уметь программировать вот такая вот нетривиальная вещь которая иногда не приходит в голову вам ну во первых нужно освоить пару методик разработки оценки идей есть это такая довольно популярная эффективная вещь как брейнсторм мозговой штурм поднимите руки кто не слышал а кто ей пользовался хоть раз мы можем принципе устроить прямо сейчас если у нас останется время конечно дальше технологии собственно завтра уже у нас будет да потом посмотрите что такое google api и как его использовать ребятам надо регистрировать приложение это занимает время сделайте это заранее технологии ну почитайте как что такое android как под него программировать что зачем это описывать описывать интерфейсом xml найдите все-таки команду дизайнеров конечно можно понадеяться что будет какой-нибудь клевый дизайнер который вы все-таки сможете говорить но как правило такого не случается найдите себе дизайнеры если вы плохо говорить по-английски а как от он предполагает что вы говорите по-английски найдите себе человек который просто говорит по-английски вы им потом текст дадите он расскажет это это хорошо ну и мастерство проведения презентации стип джобс не был крутым программистом насколько я помню зато он классно делал презентажки там сколько там 5 5 слов в одной строке тому подобное там выйти в водолазке в очках с небритой щетиной это все добавляет уверенности что он такой же простой как и вы может быть так ну спасибо за внимание давайте сначала вопрос а потом мы послушаем наш команду есть какие-нибудь вопросы ко мне галопом по европам на самом деле больше всего запомнился droid com этот баллочек с него такая клевая потому что я на нем программировал первый раз под android нет второй раз android под google глаз мы делали приложение ку сначала мы хотели написать крутую убийственную приложению с дополненной реальностью но потом оказалось что не все так просто мы сделали простенький арканойт на ней писали мы на одном компьютере билдили на втором компьютере а заливали на google глаз через мак вот так вот суровым и надевом разрабатывать но тем не менее мы его сделали это делали да еще вопрос арсений подскажи пожалуйста какой инструмент использовал для создания презентации презентация презентация там внизу логотипчик она плавная ну хорошо что ты от хакатона получил в итоге не сможешь можешь так прикинь можешь можешь выиграть там кто-нибудь спросит сделал это все за энное количество часов ты хочешь что конечно хорошо масле люди ходят с одного катона на другое именно таким способом выиграть пришло я я не уподобляюсь их образу конечно можем легко просишь показать проект и смотришь до последних изменений как вариант да я такой общий вопрос задам потому что он не программистский больше социальный я как-то друг другому колене пролежу не очень больше соотечество пережил железный занавес так или иначе в нашей стране эпоху когда люди вообще не были интегрированы в семье и я ждал честно говоря еще в девяностые годы когда все пошло что-то больше что-то мобильные устройства например войдут в нашу социальную жизнь более тесно а до сих пор законы принимают какие-то люди государственные думы которые мне лично совсем понятно что они там принимают государственные можно дать еще и идея хакатонская бояк который водил создать такое положение чтобы люди могли участвовать выбрать у нас есть ресурс электронного правительства в принципе это реализовано почему и социальные и стать социальной инициативы которые не работают в смысле он собирает и вешливо говорят ребята мы не можем на это пойти у нас сделано строгость наших законов комментируется необязательностью выполнения еще вопрос а сколько вообще проходит от суток до недели до несколько часов а я помню в декабре собственно было два готова одновременно об стол который делся два дня и касперского трения я плотался между двумя картонами они были в разных концах массовые на касперском я представлял одну команду из воронежа с поле я свои приложения беру собственно с тех пор меня самсунг должен телефон можно вопрос от меня а нет ощущения основанных опыте что на хакатонах побеждает приложение с котиками и девочками и детьми бывает бывает не отрицаю но как правило все упирается кто удовлетворяет и вот этим четырем пунктом приложения даже если вы сделаете приложение где котенок повторяет что то что говорят хотя такое приложение наверняка есть а систему монетизации или он будет повторять просто когда вы заплатите 15 рублей по sms хорошо без проблем у ведь все умиляться все похлопать а какое хорошее приложение и допустим если она будет одно в номинации она выиграет типичная сегментация какая типичное отделение идет на бизнес приложения какие-то социальные приложения и игры обычно плюс спонсоры добавляют катона потому что катон это занятие довольно таки дорогое можете я раскрою и минимальная сумма чтобы организовать хакатон это в 70 тысяч рублей это это включая призы остальное но это вот минимальный набор то есть столы и стулья комната вай фай проектор призы ну и жюри так какой был вопрос а номинации собственно и в последнее время в россии особенно например отдельная номинация от google за то что вы использовали их api или писали под их платформу отдельная номинация от яндекса отдельная номинация от intel за то что вы сделали приложение x86 под android отдельная номинация от microsoft например up school как он был отдельную номинацию хотели ведущие хотели предложить за то что там они предлагали писать под windows и и же а все кто выходил до microsoft а то есть представитель microsoft чтобы объявить собственно что они будут делать на этом хакатоне как помогать все выходили говорили microsoft азур 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 выходит микро представитель microsoft и говорят это microsoft и и же и предложили номинацию сделать кто правильно и лучше скажет microsoft и и же такой это юмор на хакатонах нетривиальный спасибо спасибо скажи пожалуйста что участвовали в москве ну все это потянулось из америки на самом деле они проходят по всему миру везде их можно найти например google droidcon он в россии первый раз насколько я знаю в москве проходил а так он обычно где-то в других местах проходит не в наши вот и там как правило насколько я знаю есть хакатон но в пользу наших хакатонов несмотря на то что у нас из варитель извратили немножечко суть у нас самые цивильные помещения под это выдаются и самые цивильные еда потому что в америке вот но вы знаете промзона у нас там коминтерновский завод которые дали вот в америке очень любят снять помещение на на таком вот складе навести туда дешевого пива и посадить прагеров а у нас как бы по цивильному вот вас приглашают в офис крупной компании где у вас есть чай кофе печеньки нормальный санузел даже выдают иногда пледы чтобы вы могли спать на прям в касперском нам выдавали спальные мешки чтобы мы могли спать в офисе а в америке нет вы приходите там есть бесплатное это пиво дешевое вы пробуете ну что давайте давайте команды идите сюда вы готовы давайте наверно молодых пустим вперед выходить и так сначала наше приложение разработанное которое было практически за 10-15 минут будет полезно абсолютно всем и сидящие потому что большинство из них студенты и так сейчас время подходит к зиме у всех начинается что сессии вот и все думают блин как нам сделать шпорт как нам сделать шпорт представляю вам наше шикарное предложение что же надо делать вам достаточно всего лишь забить текст в своем андро в смартфоне где будут указаны все тексты билеты все ответы и используя часы вы сможете заполнить писать как же это будет делать то есть вам достаточно будет взять свои часы поднести их карту и произнести фразу где будут указана тема вашего билета то есть допустим у вас есть текст где экзамен по биологии вот у вас есть текст идет заголовок например размножение организмов там идет текст к этой теме дальше идет заголовок клетка отделение клеток там еще что-то тоже текст идет вы подносите свои замечательные часы называйте тем деление клеток и тут же теперь на экране часов появляется текст где написаны все ответы но самая главная опасность преподаватель сделана самая секретная штука вы просто делаете легкий жест и тут же на экране часов появляются котики преподаватель подходит 30 секунд и видишь что он на экране всего лишь котик ничего слова вы снова замахиваете свои своими часами и снова увидите ответ я считаю что это приложение будет полезен абсолютно всем тем более в данное время обратиться за получением этого приложения вы можете ко мне потом его можно разработать и продавать вот чуть-чуть и дизайн можно сказать мне добавим как же в этом приложении? время, все 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 обожали как я готова 2 минуты и пошел он освободили площадку тихо, пошли двумя 2 минуты 2 минуты уже пошли на самом деле у нас есть потрясающая идея идея которую можно было в предыкативе продать это работа миллиард мы вам ее не расскажем потому что она на самом деле жизнь не унесла свои коррективы И вот буквально 5-10 минут назад мы, точнее даже, многие, наверное, видели, что я подключал зарядку телефона, а потом через какое-то время подошел, выдернул зарядку телефона, забрал себе, на самом деле телефон у меня не зарядился. Проблема была в том, что я ждал такси. И я понял, что телефон, который заряжается где-то там, на него поделать какое-то уведомление, например, служба такси, я просто не замечу это уведомление и подключу его, поэтому я просто ждал такси. Приложение компаньон для часов могло быть делать примерно то же самое. С одной стороны, оно могло бы получать уведомления из любого приложения для смартфона, которое работает с такси, Яндекс.Такси и многие другие. С одной стороны, с другой стороны, в часах есть тот же самый GPS, и вы могли бы точно так же вызывать такси одним касанием экрана. Он бы автоматически получал GPS и передавал заказ. Приезжали на такси, забирали его, и все. Получаются две такие простые функции, не на миллиардов, но, по крайней мере, сегодняшнюю проблему оно могло бы не решить. Всем спасибо. Отлично. Здесь, здесь все. Так, это было бы, может, Рафель, функционал, теперь уже уведомление, например, задержался на работе в часы, там, в часу, в часу, в часу, в часу, вы увидели, и, представьте, уведомление, а не пора ли такси, ты говоришь, может, домой поедешь? Да, подходил, такси на работе на вас. Если экзамены идут, вызывайте такси. Отлично, спасибо. У меня вопрос зрителям. Допустим, вы категории экспертов, наверное, вас надо было предупредить. Обычно, никого не предупреждать. В пользу кого, в какую команду вы пошли разрабатывать приложение? Давайте так вот, кто голосует за нас, сейчас поднимите руки вверх. Нет, давай, я все-таки... Можно я воспользуюсь оставшим телевидным секундом, не с управлять? Подумайте о том, каких пользователей вам будет легче монетизировать? Студентов или заказчиков? Отлично. Да, собственно, не просто, короче, аргументировать, пожалуйста. Кто готов прямо сейчас сказать? Почему он идет в туком? У тебя уже нет времени. Выступите дорогу молодым. Ну, как бы, я против студентов, потому что нужно, как бы, молодым давать дорогу. У них более креативное начнение. Но у них, конечно, есть проблемы. Потому что текст большой не прохлешь. Ну, проблемы с такси, нужно просто очень длиннее у человека. За студентов. Отлично. Еще раз. Ребята, а много ли студентов сейчас имеют МГУВ? Вот. И, как бы, кто его покупает, банальный, начнем с этого? То есть, да, чисто с точки зрения менеджмента, я блогнула вторую команду, потому что, ну, за этим рыбок. Еще раз. Вот и эксперты подтянулись. Ну, идея, конечно, хорошая на счет часов, где можно там посмотреть шпоры. Но, конечно, вот есть одно «но». Вдруг учитель просто, ну, не задумавшись, обронит, уронит часы. Стряв произойдет, оно увидит шпор. По сути, вы уже удалены с экзаменом. Я бы придумал что-нибудь, вот, типа, ну, например, как в ГЛТС-5 там есть сканеры от перчатка пальцев, или, например, тех же новых айфонов, и внедрил бы, ну, сделал бы аналог с часами. Ну, по сути, как раз палец прикоснулся, и он бы идентифицировал. То есть, нажал, под прикоснул, заблокировал все, нажал, нажал, разблокировал. Да. Довольно, короче, уйдем от критики конкретные детальные приложения. И даже не добавят. То, что он же модернизирует. Хорошо. Да. Ну, заметь, что такого функционала, к сожалению, в Google Goer нету. И мы сделаем максимальное возможное, чтобы защитить тебя от того, чтобы слой преподавать для тебя. Последний за счет. Да. Товарищ эксперт. Я как замыканного. Субботний вечер в университете все-таки за такси. Вот. Но по определенной дисциплине я бы за счет такой палец повторял. Я бы пошел в команду ветеранов. Во-первых, потому что они ветераны раз. Я бы тоже хотел поддержать команды ветеранов, потому что вот бывают ситуации, когда ты просыпаешься и ты не имеешь никакого понятия, где ты находишься. И поэтому... Ну, у всех такое бывает. Да. И, соответственно, вызвать такси у посредством шипейстрекера это очень удобно. А относительно предложения для студентов, собственно, из-за такого предложения меня один раз чуть не выиграли с экзамена. Поэтому, ну, эта функция не особо удобна и достаточно трудно реализуется. Ну, я думаю, достаточно, Виталик. Можно я подытожу все-таки? А, ребята, не расстраивайтесь. Идея хорошая. Проблема только на самом деле трех вещах. Ну, может быть, больше трех или меньше. Первое – это идея не новая. Вы же не всегда, наверное, в интернете видели «губите часы». Гальгулятор, шпаргалка, все на свете. Вторая проблема – монетизация. А сейчас… Не отуе… Я не слышал, и… А что мешает человеку на часах запустить PDF reader? А ты же можешь Ok Google? А за Google методом. У тебя же Android. вот когда 3 проблемы как бы все время светиться и как привлекает а ты читать зачем будешь зрение не жалко ты тоже я не знаю насчет такси это останется на совести людей которые пользуются другом есть такое приложение нет именно на часах мы фокусируемся на часах и собственно обычно после того как власят идеи люди уже слышать похожие идеи и лучше спасибо большое спасибо 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 большое мне кажется всем было круто ребят не расходите со сцены не расходитесь не расходяйтесь это вам под часы которые вы получите на хакатон после этого мастер-класса да вы будете килограммами относить и вы Арсений выступай чаще и больше приходи на хакатоны и мне кажется тебе уже пора приходить в качестве эксперта и не как участника я буду злым экспертом меня будут сильно любить как всегда у тебя огромный опыт